В фойе Дома культуры «Станица Благовещенская» развернулся мобильный консультационный центр. Специалисты городской администрации и предприятий ЖКХ принимают местных жителей по любым вопросам. И такие приемы граждан пройдут во всех сельских округах. В зал сюда приглашены все службы. Здесь работает 19 служб, 19 руководителей. Каждый местный житель может подойти к любому руководителю, задать интересующие его вопросы. Самыми востребованными являются управление жилищно-коммунального хозяйства, управление здравоохранения, районные электрические сети, водоканал. Ирина Колтунова обращается к начальнику управления жилищно-коммунального хозяйства Армену Григоряну. Управляющая компания, которая отвечает за состояние дома и благоустройства, не реагирует на жалобы и заявления жильцов. Теперь этой проблемой займутся в городской администрации. Эти выездные мероприятия, о которых вы сегодня говорите, на которых мы сегодня присутствуем, их даже надо делать почаще, чтобы слышать нужды людей. Почему? Потому что люди нуждаются в поддержке, помощи. Может быть, это не столько жалоба, многие люди пишут письма, а сколько помощь, просят люди помощь. Лидия Гражданкина просит содействия в возобновлении работы спортивной секции по карате, в которую ходил ее внук. Станичный кружок закрыли, а ездить на занятия в город нет возможности. Этот вопрос на карандаш берет начальник управления по физической культуре и спорту. Зал у них небольшой, он нестандартный. И в этом времени, в графике, естественно, нужно будет найти время. То есть, директором школы надо будет обсуждать данную ситуацию. То есть, я говорю, сейчас это однозначно нельзя ответить, можем мы это сделать или нет. Надо проработать сперва, а потом уже мы можем вынести, так сказать, вердикт о том, насколько это возможно, возобновить занятия карате именно на базе общеобразовательной восьмой школы. За час специалисты администрации и ресурсоснабжающих организаций приняли свыше 60 человек. Практика таких выездных встреч продолжится. Следующий прием граждан пройдет в Джигинском сельском округе. Руслан Душевский, Анапа. Регион.